Свиной гриб гусиному не товарищу. Ой-ой-ой, зайчка моя, как же так тебя угораздило. Сколько там показывает наш офигенный градусник за 1200? Оля, это очень хороший подарок на Новый год, спасибо еще раз. Ой-ой. Чё там? Мамочки, 39,6. А при скольке люди умирают? 42. Ну так ты нормально еще, чё? Ой, пошло. Так, надо посуду закинуть в посудомойку. Не-не-не, ты чё, ты чё, зай, какая посуда, какая посудомойка? Отдыхай давай, завтра загрузишь. Давай на всякий случай еще температуру еще раз померяем. О, Господи. Потому что я чё-то переживаю. Где тебя угораздило, главное? О, это, видимо, я вчера ходила на балкон тебе за мясом на пельмени, и вот меня продуло. Ну, понятно. Ну, извините, что я вынужден питаться, чтоб не умереть. Опять укрёте. Чё там? 39,5. Поменьше стало, что ли? Ну я смотрю, ты такая, живчиком, главное. О, Серега чё-то. Да, Серый, здорово. Не-не-не, ты чё, какой тусоваться? У меня Натаха затемпературила. Болеет. Чё? А, в бар? Да нет, ты чё, какой бар? Не-не, не пойду. Или чё? Да нет, точно не пойду. Ты чё, какой бар? А вы до скольки там? Хотя мне, в принципе, пофиг. Ага, ну давай, да, давайте. Так, надо спать, я сейчас это... Давай, слушай, давай ты тогда вот ложись на коленочке ко мне. Да? Ага. Я руку тебе положу на голову, на лоб, чтобы холодненькое, хорошо было. Заботливый у меня прям, да? Конечно, ты ж жена моя, я ж тебя люблю. Всё, давай, спокойный, но. Ой-ой-ой. Меня чё, отпускает, что ли? Ничего себе. Таблетки хорошие, походу. Ну-ка, ну-ка. О, Коля! Коля, 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 доброе утро, доброе утро. Смотри, меня попускает 38,5. Ну-ка, ну-ка, дай-ка. Ты чё, не веришь, что ли? Не-не-не, подожди, это не тебе. Ой-ой-ой-ой, чё-то всё ломит как. Так. А, так это, видимо, ты сидя спал всю ночь. Это, видимо, кто-то меня заразил, наверное. Ой-ой-ой, опа-опа, ну-ка, 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 ну-ка. Что, что, что? Ой-ой-ой. Сколько? 36,8, блин. Так, 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 аккуратно, тихо. Самая поганая температура. О, организм ещё не борется толком. Так, 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 подожди. Ребята попускают уже, видишь. Конечно. Так, подожди, так, плед, морс, наверное, надо. Так, телевизор можешь включить тебе? Да какой телевизор? Ты чё, с ума сошла? А чё там? Давай посмотрим. Да не надо, дай градусник померяющим. Ой, чё-то совсем плохо. Хуже, по-моему, становится. Ох, смотри. Ну? 36,9 уже! Давай, звони в скорую. Какая скорая? 36,9, скорая ему. Пока доедет, 37 будет уже. Давай, записывай пин-коды от карточек на всякий случай. 4206. Не надо ничего записывать, я маму вызвала уже. А не надо маму? Зачем маму? Чё значит, не надо маму? Наталья Молодежи позвонила. Я вообще-то врач. Вы вообще-то ветеринар. Ну, знаешь, я по адресу. Кобель. Какая температура у меня? 36,9. Горло покажи. Ничего я вам не буду показывать. Я чё, енот вам какой-то? Слушайте, я просто так поставлю сейчас укол и всё. А-а-а, усыпить меня когтишку хотите, да? Я веслоухих, ерширских свиней вылечила, между прочим. Купленных за валюту. Мне благодарность от губернатора. Тебя хрика не вылечу, что ли. Ну-ка давай, поворачивайся. Блин, Натаха, если она что-то со мной сделает, я клянусь, это будет на твоей совести. Давай, давай. Просто укол. А-а-а-а! А-а-а! Какой болючий! Я ваткой просто протёрла ещё. Тогда сильно не трите, блин, больно же. Всё, сейчас укол. Куда ж, держи его. В смысле, держи. Давай, 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 давай. А-а-а! И оп! Тихо, 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 смотри. А-а-а! Поплыл, поплыл плавец, смотри. Руками греби давай. А-а-а, больно, больно. А чё больно-то? Да ты сидишь, больно. Так что, отойди от него, он так будет агрессивный маленечко. Семейный у вас, блин. Сейчас он уснёт, мы у него пасть, в смысле, горло посмотрим, и всё, нормально. В смысле, уснёт? Вы чё, мне какая-то снотворная вколо. Доброе утро, дамы. Папа! О, дорогой. Тамарочка, спасибо, не забыл. Никашенька. Спасибо, папа, спасибо. А почему празднует только Николай? Тамарочка, а можно мне как Николаю, только в два раза больше? Конечно. Спасибо большое. Присоединяюсь к поздравлениям от Николая. Дорогие дамы, не буду вам мешать. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, что приходите на наш мини-спектакль. АПЛОДИСМЕНТЫ От хозяйственного мужика и пахнет хозяйством. Придурок. АПЛОДИСМЕНТЫ Чё, придурок-то сразу? Чё? Чё? Ты как этот, как сборная России по футболу. Красивый. Ага. Вот у тебя вроде всё есть. Денег в тебя вбухано, капец. А за пять лет всего один гвоздь забил. И то сам себе в руку. АПЛОДИСМЕНТЫ Это просто потому, что ты в меня не веришь, крошка. Но сейчас твоя жизнь изменится и уже не будет прежней. Ага. Давай сверли дырку, стоматолог. Мама картину принесёт сейчас. То оденешься ради двух минут, то разденешься ради одной. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, короче, где вешать картину быной? Чё, картины обычно над кроватью висят. У нас над кроватью стимы нет. Давай, я предлагаю вот сюда напротив кровати. Проснулись нас искусство встречает. Так, чё, здесь? Да. А чё так сразу, да? Уверена? Да. Два часа сейчас будешь выцеливать, мы ничего не успеем. Давай. Смотри, понеслась. Ой-ой, подожди, подожди, подожди. Капец, капец, криво. Чё? Криво, криво же, криво. Я тебя спросил здесь, ты говоришь, здесь? Ну, просто пока дырки там не было, я не могла представить, где она. Главное, когда меня дома нет, ты ярко представляешь, где. В бане, с мужиками, у нас там бабы, бабы. Ну, дырка, говорю, не по центру, тумбочки вообще. По центру? Всё, я креплю. Давай. Мощь. Смотри. Сфотой меня. Давай. Я даже ты лямку такая сексуально спущу. Давай. Да не шевелись ты, что ты. Сфотой меня. Здрасте. Ой, мама. Привет. А чё, Николаев, в костюм мужчины переоделся, да? Я вообще-то и под костюмом мужчина. Вообще-то, Киркоров под костюмом тоже мужчина. Доченька, дорогая. Ну, хотя бы с мамой тебе повезло. Да. Поздравляю тебя с годовщиной. Спасибо. Какая годовщина, вы чё, ку-ку? Она у нас в марте была. У нас своя годовщина. Знакомство с зятя, с родителями. Уже семь лет живём в этой трагедии. Знаете, я тоже не виноват, что Наташиной мамой именно вы оказались. Тамара Игоревна. Тамара И... Наташа, скажи ей. Чего я скажу? Чтобы она не трогала меня. Иди сюда. Ага. Подошёл быстро. Я в прошлый раз в месяц пролежал в блинстве. Не трону, подошёл быстро сюда. Ближе. Мне завтра на работу. Ещё ближе подошёл. Ещё ближе. Вы пообещали. Ближе подошёл бандерлок. Это шутка была сейчас? Конечно. Я думал, чеснок вас убивает. Очень смешно. Прямо так смешно. Прямо на семь лет мне жизнь продлил сейчас. Извините, я не хотел. Это шутка была. Тоже шутка. До свидания. До свидания. Пока, мам. Спасибо. Наташа, вот скажи мне. Вот чего она меня так ненавидит? Это как будто я её, Жириновского, в президенты не пускаю. Я уже и так всё делаю. Я уже за тестью эту одежду донашу. Потому что сейчас же такой не найдёшь. Это же хорошее. Она из Чехослова. А, господи, я слеп. И слава богу. Чё ты? Прикольная мама. Прикольная. Да её нельзя на стену весить. Её надо вон, в ворота сборной России на чемпионате мира поставить. Чтоб к ним никто не приближался. Кошмар. А, слушай, давай в туалете повесим. Зачем? Ну ты всё время жалуешься, что я долго. Чё б ты понимал вообще? Чё б ты понимал? Ну, может быть, мама себя видит именно такой себе. Может. Ты чё, сомневаешься? Я уверен, она себя такой и видит эта шальная императрица. Да ну ты. Что нарисовано красиво? Очень красиво. Художника только жалко. Почему? Он себе по-любому глаза потом выколол, что вторую такую не нарисовать. Спокойной ночи. Спокойной ночи, всё. Наташа. М? Мне страшно. Чё ты? Мне кажется, она моргнула. Чё ты несёшь, ну? Я тебе серьёзно говорю. А сейчас, мне кажется, она держит меня за ноги. Серьёзно, и руки у неё такие холодные. Да что ты делаешь-то, Коля, ну, постоянно? Слушай, да невозможно. Ты посмотри, как она смотрит с издёвкой. Она даже на картине ненавидит меня. Накрой её. Воу. Отлегло. Вот так получше. Хотя нет, так ещё хуже. Вообще непонятно, что она там делает. Может, она нож достаёт там тоже, знаешь? Коля, нельзя маму снимать со стены. Слушай, ну, переживёт она как-нибудь. Она-то переживёт. А вот переживёшь ли ты, когда она увидит это всё? Слушай, ну, это просто какой-то ужас. Папа, привет. Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Я смотрю, у вас такие предметы переживаются. Возьмёте ещё один, а? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, я реально месяцу суть не могу. Пусть у вас повисит, пожалуйста. Не выколол. Что? Кто? Художник, глаза не выколол. Николай, я прошу, пусть у вас повисит. Нет, знаете, Сергей Геннадьевич, спасибо, нам одной достаточно. Николай, я тебе умоляю, это ненадолго, хотя бы неделю. Да не надо, заберите эту жесть себе. Я тебя просто умоляю. А что происходит здесь? Николай, я не могу тебе эту картину отдать, ты что? Нет, вы уж раз принесли, давайте, отдавайте. Она у меня одна, она близка моему сердцу. Я понимаю, а у нас коллекция будет любимой тёщине. Отдай, пожалуйста. Давайте, не надо, не надо вот это. Пусть она будет моя. Это что такое? Тамара? Я сейчас кровью вас склеить заставлю это всё. Подожди, почти не видно. Вы в жизни лучше выглядите. Ты в жизни целая такая? Да. Это что такое, я спрашиваю? Николай, вспышка гнева справа. Я понял, понял. Это что за ночь в музее у меня чё, мои шорты из Чегусландии? Да, да, я доначиваю. Девочки. Спасибо. Девочки. Ты что делаешь? Сверху закрыл. Быстро снял закрывал. Мужчину, как ребёнка, нельзя оставлять одного. Или залезет, куда не надо, или выпьет, что попало. Так, что могла забыть-то ещё? Можно на душу не стоять у меня здесь? Я не стою, просто не хочу, чтобы ты что-нибудь забыла и вернулась. Так, гель для душа, полотенце. А чего вы там за два дня на своём форуме так испачкаетесь? Очень смешно. Прям вот очень смешно. Так, Коля, по поводу стиральной машины, давай, не перепутай, пожалуйста. Слева порошок, посередине ополаскиватель. Ополаскиватель, не перепутай. Да у тебя два дня не будет, я вообще-то не собирался стираться. Чё-то я-то твои носки стираю каждый день и ничего. Слушай, я свои носки вон в раковине мылом постираю. Каким это мылом ты собрался в раковине носки свои стирать? Наташ, да любым, у нас там полно мыла. У нас в доме нет любого мыла, у нас каждое мыло для чего-то конкретного. Ну возьму мыло для ног, носки, это же ноги почти. Чё? Посмотри, вот есть платье или костюм. Вот если я вот выступаю, как лучше? Слушай, я чё-то даже не знаю. Вот представь, я стою вот возле экрана, если... Слушай, я не знаю. Чё это мы время тянем, такие стоим? Кто-то, наверное, хочет, чтобы я опоздала на самолёт и никуда... Платье! Что привезти тебе? Ой, слушай, да ничего не надо, сама главное скорее возвращайся. Ой, фу! Как неправдоподобно-то, а? Я вообще-то об души прям. Хоть бы порепетировал сначала. Ой, кошмар. Так, всё, завтра приедет мама. Зачем? Еду тебе приготовит и цветы польёт. А я чё, без руки, что ли? Видимо, без руки, раз уже два человека в семье о тебе так думают. Так, чё, вроде всё. Всё, да? Вроде всё. Чё, пошла. Ага. Ой, забегал-то ты, посмотри, а. Засвечился. Да ничего я не забегал, просто забочусь. Заботиться. Вдруг такси подъехало уже. Ну всё, это, приземлишься, позвони, ладно? Нет. А чё? А чтоб ты два дня вот так вот сидела и сомневался. Уехала или за дверью, уехала или за дверью стоила. Пока. Всё, пока. 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 Сейчас буду тут жить, как нормальный мужик. Безрукий, блин. А, чё, хочу-то ворочу. Оп. Ну, здравствуй, Николай. А, мама, здравствуйте. А вы же должны завтра приехать. Я и завтра приеду. Я так понимаю, сидишь, ничего не делаешь? Почему это? Вот это, стираться собирался, в левую порошок, в среднюю ополаскиватель. А вы чё? А я цветы поливать приехал. Мне Наталья сказала полить. Угу. Угу. А я вот жду, пока вы польёте. И уйдёте. У вас там мимо льётся вон уже. Ничего страшного. Главное, чтобы тебе в рот ничего не налилось. Всё у нас. Три цветка дома только. Вот в этом твоя проблема. У вас в доме четыре цветка. Четвёртый цветочек сейчас в аэропорт едет. Ладно. Я завтра зайду ещё. Закрой дверь за мной. Хорошо. Куда ты собрался? Да никуда не собрался, блин. Аж сердце прихватило. Сердце. За печень лучше смотри за своей. Алкашина. Всё. До свидания. Тамара Игиловна. Запрещённая в Российской Федерации. До свидания. До свидания. До свидания. Я завтра ещё заеду. Цветы полью. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вся семья блаженная. Всё. Ну сейчас точно можно на расслабоне. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Ничего не делаешь, Николай? Почему-то я ничего не делаю? Вот это. Стираться собирался. В левую порошок, в среднюю ополаскиватель. А Наталья? А Наталья? Она в аэропорт поехала уже. А моя? Тамара Игоревна. Заходила. Сказала, завтра ещё придёт. Не придёт. А чё? Да я её на дачу отправил. А к тебе заехал посмотреть, всё ли у тебя тут нормально, проконтролировать, так сказать. А чё меня контролировать? У меня всё нормально? Да не всё нормально у тебя, Николай. А чё? Стол-то пустой. Сергей Геннадьевич. Ну просто, ну это, Наталья, она же, ну сейчас, если вдруг, то это... Спокойно. У меня в авиации связи, я договорился, самолёт на сутки задержат. А, ну так... Так что у нас с тобой денька три есть, как минимум. Тогда по полной программе, что ли вы, ну как-то... Это что такое, Николай? Сергей Геннадьевич, я вам сразу сказал, я пить не собираюсь. Да ты не собирайся, мне-то чё предлагаешь? Да я вам мне это не предлагаю. Так не предлагай, убери, откуда взял, вот, Наталья? Зая? А ты как здесь? Рейс на сутки задержали. Вот дебил, я же сказал, на обратном пути. Я не поняла, а ты чё тут делаешь? Вот, пожалуйста, мама, бухать собрались. Спокойно, никто не собрался бухать. Это была тактическая проверка Николая. А, да? И он его прошёл, успешно. А ты почему не на даче? Ну потому что твой водитель-солдат за мной не приехал. А где он? Товарищ генерал-майор, всё купил, сейчас на даче. Вот дебил, я же сказал, на обратном пути. Всё купил ты, да? Николай? Тревога! Иди сюда! Иди сюда, я же сказал! Иди сюда! Иди сюда! Спокойно! Сюда и детка! Спокойно! Иди сюда, я сказал! Иди сюда! Наталья! 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 Николай! Спасибо! Спасибо! Моя любовь! Товара Игоревна! А что погибет? Погибет, что сказал! Зачем погибет? Страшная жена на Хэллоуин-красна! Страшно! Страшно! Страшнее, чем в прошлый раз! В смысле, чем на свадьбе? Чем на прошлый Хэллоуин, Коля! Блин, Наташа, да нафиг этот Хэллоуин-Хэллоуин? Европейские праздники вообще! Чё к чему? Можем дома трезвые посидеть! Не, ну праздновать-то надо всё равно же! Чё надо в этом со мной? Ой, праздновать надо! Да, конечно, капец в этом платье страшное! Не жмёт оно что-то? Вот здесь жмёт, и вот тут жмёт! Вообще везде жмёт оно мне! Нормально, что жмёт! Ты же это, утонувшая невеста! Во, разбухла! Всё, тебе только вонять надо! А это не обязательно! Ты же рядом будешь! В смысле? Ты, я уверен, что мы зайдём в клуб, через 10 минут от тебя будет вонять перегаром, как от двоих! Поэтому я не переживаю! Ладно, чё мне-то одевать? На кого я похож? На злобного гнома ты похож! Так, ну серьёзно, давай, чё ты? Серьёзно? Иди голый, я не знаю! Ты же мне так всегда отвечаешь! Точняк, ты молочишь! Где этот твой старый дебильный плащ? Во! Чего? Ты понял? И чё? Короче, я буду маньяк! Какой маньяк? Эксбекционист! Ха! Ну только я голый буду, как бы! Коль, должно быть страшно, а не смешно! Ну давай, я предлагаю, раз такая умная! Может ты будешь маньяк, только этот, умный маньяк, как его? Наэл! Ле-ле! Ленин? Чё, он просто два трупа был? Да, извините! Лектор! Лектор! Во! Лектор его звали! А, это тот, который тебя, это самое, в инстике за грудь хватал, да? Да! Не напоминай мне даже! Лектор! Лектор! Ганнибал! Лектор! Давай, 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 снимай! Он ходил в этой, в смирительной рубашке его возили! Вот! И мы, короче, потом ещё мукой тебя посыпем! И чё? Ты будешь седой! Ганнибал Лектор! Во! Кайф! Чё, кайф, а руки-то где? Зачем тебе руки? Пить? Наташ, чё сразу пить-то? А чё ты руками там ещё делаешь? Телевизор не надо переключать! Почесаться можно об стену! Наташ, ну элементарно в туалет сходить, штаны снять! У тебя руки возле штанов, снимай! Кто тебе мешает вообще? Ты чё делаешь там? Погоди, эксперимент! Опа! Прикинь, круто! А обратно? А обратно не надо! Чё это не надо-то? Я же маньяк! Попалась? Помогите, помогите! Никто не поможет! Мамочка, мамочка! А мамочки нету рядом! Кстати, мама с нами пойдёт! Нафига! Ну в смысле, Коля? Папа уехал на какие-то сборы военные, ей грустно, что-то она сидит, говорит, что надо как-то веселиться! Молодость-то проходит! У неё чё, ещё молодость проходит? Это чё будет, когда у неё старость наступит? Перестань! Капец, давай развязывай меня! Не буду развязывать! Штаны одень! Ещё сильнее завяжу тебя, вот так! Ну так, ну развязывай, не смешно! Не смешно, давай развязывай! Не смешно, догоняй, догоняй! Развязывай! Привет, Николай! Здрасте, Тамара Игоревна! Чё делаешь? Снял штаны и бегаешь? А вы чё это, Тамара Игоревна, не нашли костюм на Хэллоуэн? Так в домашнем своём пойдёте! Ты бы лопату-то убрал, Николай? Какую лопату? Которую ты сейчас себе могилу роешь! Тамара Игоревна! Мам, мам! Побежала! А что он такое, понимаешь, говорит мне вообще? Ну не, серьёзно, кстати, Тамара Игоревна, я хочу поговорить с вами. Вы в курсе, что мы идём на всю ночь? Будем домой под утро возвращаться. Вы как к дневному свету относитесь? Слушайте, а вы после 12-ти не превратитесь там? Так поосторожней сейчас! В Золушку! В Золушку! Прямо такое! Сам смотри, не превратитесь, как обычно, после 12-ти в свинью! Я не этот самый, не свинья, я этот, маньяк, понятно, Наташа мне костюм придумала, во! Наташа, кстати, отличный костюм, да. Вот так всегда его одевай, чтоб без рук. Он так и страннее выглядит, и трезвее, главное, да. Тамара Игоревна, а у вас-то что за костюм? Ну что, ну нормальный костюм, чё? Чё, чё жёвы? Чё, в секонд-хенде взяли или с убитого сняли? Тебя уже наполовину не видно, дружок. Откуда? Из могилы, которую ты себе копаешь. Куда ты побежал стоять? Тамара Игоревна, по спине не бей! От своей смерти не убежишь, дружок. Наташа, скажи! Беги давай. Иди сюда. Вы скажите, нормально-то, чё за костюм у вас? Чё? Я же просто спросил, нормально. Чё за костюм? Ну костюм нормальный чужого, чё? Какого чужого? Ну обыкновенного чужого. Какого? Такого! Брался! Хорошо, что у тебя штанишки спущи, надо вы сейчас намочить штанишки, надо у меня. Мам, ты встань. Наташа, вы дома? Ты чё, папа что ли? Можно зайти? Слушайте, спрячьте меня куда-то, он меня за эту многорукость будет троллить до конца жизни. Быстро, с диван, давай, давай, давай. Наташа, вы там чем занимаетесь? Чё, папа? Можно зайти? А, папа, привет. Привет. А ты, ты как, как здесь? Ты же на сборах вроде как? Да у нас перед дислокацией там с одного объекта на другой, через город. А? Я заскочил, там, мать дома, не хочу палиться. У меня дома в сапоге там стоит пол-литра кое-чего. Можешь принести, ну, чтоб я... Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Здравствуй, Николай. Ну, можно было не все свои дела бросать, чтоб меня встретить. Да не, это у меня костюм, я маньяк. Мы же на Хэллоуин собрались. Да, мы вот оделись. На Хэллоуин? Да. Так, слушайте, возьмите мою ведьму. У нее целый шкаф одежды, не знает, куда надевать. Ты куда, Николай? Сейчас узнаете. Сейчас тебя в сапогах искать будут, урод. Николаев с бучкой справа. Иди сюда, господин. Я сапогу, я сапогу сказал. Отходим, Николай. Иди сюда, господин. Я сапогу сказал. Друзья, шутки, друзья. Два рыбака подрались, потому что приплыли на рыбалку в одинаковых лодках. Коля, какой ты у меня идиот все-таки, а? Че ты, почему идиот-то? Ну так. Это просто сейчас она, я ее докачаю, она сейчас сдута еще. Поэтому не очень. Ты вот тоже, если тебя сдуть, не очень будешь. Это ты у меня надутая, клевая такая. Я-то думаю, что ты у меня такой некрасивый стал, а ты у меня сдулся, оказывается. Сду ты ходишь. Надо тебя в ванну бросить, посмотреть, откуда пузыри пойдут. Я тебе так скажу. Не надо. Че ты придумал ее надувать-то здесь? Наташ, ну надо проверить вообще-то. Что, лодка это в итоге окажется или не лодка? Понятно, что лодка, Наташ. А вдруг не лодка? Сейчас, прикинь, дуешь-дуешь, потом бац! А это кофемашина. Наташ, я тебе уже объяснял про кофемашину. Кофемашина это кофемашина. А мимо такой лапки ни один рыбак не пройдет. А? Да ладно. Харе. Короче. Че? Ты потрогай ее. Ничего. Потрогай, потрогай. Ну. Ага. Ну. Упругая. Ну. Чувствуешь? Что? Че чувствуешь? Что? Не чувствуешь, что ли? Лечу маме, надоел. Это тоже. Но ты чувствуешь, какая она упругая, мощная, как ты у меня? А че ты у меня на начале побеги? Ага. Ну. Ну. Помнишь, что ты мне сказала 8 лет назад, когда мы встретились? Че? Эй, дебил, греби отсюда. 8 лет прошло, че вспоминать. 8 лет прошло? Ну. А лодки-то у нас не было? А? Какой ты дурак у меня, а? Слушай, пойду вина налью на. Давай, я пока отшвартуюсь. Так. Ох. Огонь. Так. 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 Впереди океаны безбрежние. Где же ты там, свином, моя милая, нежная? Я же тут. Николай. Комара Игорева. Не потерял алые паруселя? Грей. Ладно, я без очков не вижу. Очень смешно. Хотя ты мне в очках-то не начал смотреть, да. Ну что, Герасим сплавал за кофемашиной? Тамара Игорева, тут такая ситуация. Так, стоп, 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 Николай, стоп. Больше всего на свете я не люблю две вещи. А фразу, которая начинается со слов «тут такая ситуация» и тебя, Николай. Если эту фразу говоришь ты, это просто какой-то кошмар. Тамара Игоревич. Так, тихо. Тамара Игоревич. Я просто... Николай, мы всей семьей собрали деньги, чтобы ты пошел и купил кофемашину моему мужу в подарок на день рождения. Твоя задача была взять денежку, дойти до магазина, отдать ее кассиру из рук в руки, да? Да. Забрать коробочку с кофемашиной и принести ее домой. Я сейчас пойду, загляну в шкаф, и она там стоит, да? Я сейчас иду, она там. Я надеюсь, ты проверил ее в магазине, да? Тамара Игоревна, короче, я решил так. Вот кофемашина в подарок на день рождения, это банально. А вот лобку Сергей Геннадь еще ценит. Она вон какая упругая. А я сегодня нагишем. Мама. 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 Наташа, тут такая... Есть что-нибудь твердое? Розочку сделать. Мама, я тебя... Мама, я тебя... Мама, ты осторожно, пожалуйста. Мама. Господи, у меня что-то голова закружилась, у меня просто... Конечно, вы вон 0,7 залпом приговорили. Я тебя приговорила. Тебе просто еще приговор не зачитали. Господи. Почему он такой? Наталья, ты не могла ему лет 8 назад сказать, дебил, гриби отсюда. Так она скинула. Мама, ну лодка очень хороший подарок. Папа всегда мечтал о лодке. Ну, лодка, 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 лодка. Твердил постоянно. Но я так хотел кофемашину. Тамара, ты здесь? Я тут еще выпил, а дай что-нибудь заесть мне быстро. Да, 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 пожалуйста. Да. Это что, лечо мое, что ли? Да, быстро. Вы что там закрылись? Сейчас. Подержать? Да, иди открывай. Открывай. Наталья, Тамара у тебя? Именинник. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, закрылись, бухаете уже? Пятно. Пятно пытаемся вывести из нашей семьи. Это твоя леча, что ли? Слушай, ну это бесполезно. Я баночку случайно в казарме уронил, а линолеум прожгла. И до первого этажа еще упала. Кстати, о казарме, друзья мои. Вы знаете, что сегодня в штабе подарили мне? А что? Лодку! Представляете? Вот ты мне запрещала все время ее купить, а мне в штабе ее подарили. Понятно? Вот такой он? Николай. А? А ты ее сюда принес, что ли? Да. А из магазина, как вы попросили? О, в смысле из штаба. Из какого штаба? Ну, ты же сказал, что тебе в штабе подарили. Или как? Да, 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 в штабе. Но перед штабом она же была в магазине. Ну, вот и разобрались. Вот и разобрались. Вот и разобрались. Товарищ генерал, вы в машине картину забыли. Товарищу генералу сегодня в штабе подарили картину. Хорошо, отличный подарок. Иди, поставь там в коридоре. Здесь. Рядовуша. Идите. Какая занимательная история. Занимательная, говорю, история. У меня у подруги точно такая же история произошла, да. Да вы что? Да, 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 там суть такая. Один хитро выслуженный тесть дал своему тупому зятю денежку, чтобы он купил лодку резиновую, ну, которую тот мечтал очень долго мне. Мечтал, 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 да. А этот дядь сказал, что типа ему в штабе подарили. А ему же жена не разрешала злая, понимаешь, эту лодку дарить. Да ничего она не злая. Злая! Злая! Вот это совпадение. Злая. Уже злая. Единственное, что непонятно. Что? Что этот тупой зять купил на деньги, на который он не купил кофемашину? Ну, допустим, арбалет. Зачем мне второй арбалет? Ну, это, короче, я не вам, это я себе подумал, будет круто, будем перестреливаться. Ну, вот теперь, теперь все стало ясно. Ну, все, стало ясно, все. Давай, дорогая, лечим, давай лечим. Что, на стол накрывать будем? Глаза буду выжигать некоторым людям сейчас. Николай, вспышка справа. Заводи баркас. Понял. Иди сюда. Спасибо, что приходите на наши мини-спектакли, девочки. Ну-ка, вылезай быстро. Смех продлевает жизнь, а мат уменьшает боль. Ты что, за продукты не заплатил? У тебя что, фингал? Драка за яйца образовалась? Не дошло до них, слава богу. Годзилла на меня там один напал. Капец, лучше бы не ходил за твоими дебильными продуктами. А что, ты только пить собрался, Тайсон? Вообще не смешно. Капюшон мне он на куртке оторвал. Натаха, слушай, ну ты как не жена мне. Хоть бы пожалела. Я уже 10 лет жалею. Очень смешно. Да ладно. Дай посмотрю. Да дай посмотрю, что ты. Ну-ка. А, ты что, убить меня хочешь? Да ладно. Чё? Победил хотя бы его? Я бы победил, да он побежал. Ну догнал бы. Я тебе как его догоню? Он за мной побежал. То есть получается в беге ты его победил? Получается в беге победил. Победитель мой. Кто это был-то хоть? Слушай, ну он не представился как бы. Там на парковке темень такая, поворачиваюсь, Годзилла какая-то, как дал мне. Я так это, пакетом-то наотмашь маханул. Там у нас это, шампанское было. Ну и всё, чё-то он гаркнул и обмяк. Слушай, а если я убил на так? Я чё, убийца? Убийца. Я в утку яблоки запихивал, а ты в обморок упал. Давай это маскировать как-то, то сейчас уже мама твоя придёт в гости, а у меня тут под глазом этот голубой огонёк вовсю, блин. Сейчас уже лещенько выйдет. Шрамы украшает мужчина? Ага. Для твоей мамы шрамы украшает только того мужчину, которого она избила. Она надо мной ржать просто будет, я же её знаю. Ну порадуешь тёщу, и раз-то в год можно. А чё мы раньше не догадались вместо подарка мне на Новый год морду бить? Круто, а чё на Новый год? Давай каждый день бить мне морду, тёща будет счастливая каждый день. Может хоть лопнет от счастья. Чё-то ты на взводе весь. Тебе бы рожу набили 31-го, я бы посмотрел на тебя. О, точно. Чё, замазывать будем? Давай, да кого замазывать? Ща. О. Вот так, чё это такое? О. Будешь пират. Я чё, я первоклассник в школе, Наташ? А подрался прям как тибетский взрослый монах, ага. Надевай. Давай, давай. Чё, розовый пират? Весёлый розовый пират. Давай. Чё это? Завязывайся. Завязывайся. Мне тогда надо какую-то саблю, что ли. Слушай, сейчас мама придёт, давай без острых предметов, пожалуйста. В натуре отберёт ещё у меня. Вон, давай, бумеранг будет, точно. Стой. Чё? Опа. Это шляпа твоя, что ли? Да. Пират? Чё, прям похож? Да. Да. Эй, красавица, а у вас родители случайно не пираты? А чё это? А где они взяли такое сокровище? Руки прочь, грязный пират. Вообще-то я дочь генерала. Ты моя пленница. Да, я беру твою шкуну на абордаса. Ай, помогите, помогите, помогите. Бонжур, Кутузов. Жёшь? Мам, он не Кутузов, он пират. А. Ну, для пирата у него одна нога явно лишняя. Могу исправить с удовольствием. А вы чё, Тамара Игоревна, решили под Новый год снегурочкой тряхнуть? Очень смешно. Чё ты задёргался? Как дам сейчас. Мам, мам, а где папа? Серёжа будет сейчас, попозже. С сюрпризом. Чё? Как в прошлом году с ротовирусом. Коля. Ну, а чё, я реально 1 января никогда так много не бегал. Ещё не факт, что это из-за Серёжи было. Я просто реально думаю, что в этой квартире просто постоянно живёт какая-то зараза. Умара Игоревна. С Новым годом. АПЛОДИСМЕНТЫ Папа, ты чё? Ничего. На парковке вашей какой-то вмазал, Серёжа. Серёжа, покажи. Айл Биббек, девочки. Блин, нормально. Ну и капец район у нас, да? АПЛОДИСМЕНТЫ А чё, это, Сергей Геннадьевич, вы его хоть запомнили? Да как запомнишь, там темнота на парковке. Возле вашей машины тёрся какой-то мелкий, пузатый. Я, короче, подошёл, ему справа засадил. А он мне на отмаш пакетом, там шампанское, видимо, было у него. И убежал. Я вон, у него вырвал капюшон. Приберусь, а то бардак чё-то... Слышь, Флинт, ну-ка сюда иди. Сергей Геннадьевич, вы первый начали. Папа, не трогай его, папа. Серёж, так, иди сюда, Флинт. Папа, пожалуйста, я тебя прошу, я тебя прошу. Я вооружён. Серёж, иди сюда, я тебя. Серёж, успокойся, я тебя прошу. Я тебя прошу, я тебя прошу. Серёжа, не надо, Серёжа! Серёжа, не надо! Серёги! Тамара Игоря, спасибо вам большое. При чём здесь спасибо? Я просто не хочу говорить, Серёжа, ты столько урода, как ты, в тюрьму снял. Я тебя лично задушуешь. Мама, мама, не надо, пожалуйста. Мама, не надо, мама, не надо. Тамарочка, Тамарочка, пойдём. Тамарочка, подожди, он не тушит, реально. Слышь, ты, ну-ка. Когда рождается ребёнок, муж и жена начинают орать друг на друга шёпотом. Коля, ты не слышишь, что ли? Это не у нас. Это уже два месяца, как у нас. А, блин, может он сам замолчит? Не он, а она. Да не, я имел в виду ребёнок. Иди посмотри. Давай. Э-э-э, чё за нежности начались, друг? Я просто думаю, вдруг, если есть, хочет, хочу титьку взять с собой на всякий случай. Иди давай. О-о-о. Чё мы её Соня назвали? Она не отбивает своё имени вообще. Надо было Арина назвать её. Кто тут у меня, маленький мой, плачет? Ну-ка, вот он. Ну и? Что нормально? Что нормально? Коля. А? Что нормально? Чё нормально? Я тебя спрашиваю, что нормально? А я сказал, что всё нормально? Да. А, ну, значит, всё нормально. А чё ты сделал-то? Да телефон ей дал поиграть. Ребёнку два месяца, какой телефон? Да вам, бабам, в любом возрасте, дай телефон, вы замолкаете. Чё сочиняешь-то? Да ничего, ну я не знаю, я зашёл, она замолчала, лежит там, сухая, сытая, просто не спит, не знаю. А чё орала тогда? Я не знаю, Наташа, чё она орала. Я с ней два месяца живу. Я вот с тобой восемь лет живу. Ты когда орёшь, я знаю, чё ты орёшь. Вот, свиней мешала спать. Тебе просила передать, да? С другой стороны положу, желание буду загадывать. Ага, очень смешно. Ты чё нажала-то на неё? Я всё тратить, ты тратить, ты тратить, ты тратить. Тащи нож, колоть будем свиней. Не слышите? Я ещё люблю попасть. Про канала. Чё, куда эту свинину? В холодильник положи, пельмени сделаю завтра. Очень смешно. Ну иди. Нельзя. Я прочитала, что если Сонечка кричит, и с ней всё в порядке, значит она нами манипулирует, и нельзя реагировать. А чё это выяснилось в твою смену? А никогда мне идти надо было. Потому что я только что это прочитала. Ладно. Лежим, не реагируем. Тук-тук. Кто там? Органы опеки. Мама. Сама, вы не слышите, у вас ребёнок плачет? Это сама, Тамара Игоревна. Я ходил только что, проверял. Она лежит там, сухая, не обкаканная, сытая. Просто не спит, манипулирует нами. А ты чё не спишь? Обкакался? Я не манипулирую что-то. Наташа, разговаривай со своей мамой сама. Мам, мы испытываем новую методику. Если Сонечка кричит, и с ней всё в порядке, она нами манипулирует, и мы не реагируем. Кто автор методики? Геббельс. Слушайте, вы... Вы бы предупреждали, вот, когда приходите? Я предупредила. Когда это? Когда комплект ключей взяла. Да кто-то, да кто-то, вот, плачет в недоделанном ремонте. Если бы бабушка с дедушкой не купили эту квартиру родителям, плакала бы сейчас моя девочка на окраине Химок в коммуналочке. Ну, слышишь? Чё? У мамы чё-то молчит. Так это она со страху. Тебе бы посреди ночи такая ведьма прилетела, я бы не знаю. Всё, Сонечка будет спать с бабушкой, если с родителями и Геббельс запрещает. Мам, Коля заберёт через два часа. Хорошо. Конечно, Коля заберёт через два часа. Коля же выспался уже. Коля терминатор, блин. Ещё когда в роддоме в оборок на рудах упал, надо было понять, что это вообще папа Дос. Ну, сейчас это точно не у нас. Может, она есть хочет? Может быть. А у бабушки-то там только сушёные пауки да мухоморовый отвар. Ну, чё ты, ну? Этот отвар, между прочим, тебе горло вылечил. А сушёные пауки, может, в другом месте пригодились нет. А чё, в другом месте какой-то непорядок, что ли? А ты чё, напрашиваешься, что ли, а? Ты чё? Ты издеваешься? Мать не спит за стенками. Дочь прикроет, поорёт. Готовься, вторая дорожка. Добрый вечер. Привет, пап. Празднуете ночь независимости? Да, и вы только что спугнули материнский капитал. Да чё-то не спится, пап. Да такая же, Петрушка. Мне тут двухмесячного новобранца подкинули. Я у вас переночую. Всем отбой. Короче, Антар, если твой батя сейчас заревет, сама к нему пойдешь. Если чё, бутылочка с его питанием в морозилке. Спи давай уже. Да, успею. Я сюда не скачу, а потом-то не скачу. Кушаю за маму, кушаю за папу. А ещё люблю поспать. Но здесь мину никто не ожидал. Это чё, у нас? У вас. Этот салтофон ребёнка в сумке утащил. Она просто маленькая, сама хотела уйти, не могла. Ты с ума сошёл, что ли, маленькая? У неё ножки маленькие, она хотела уйти. Ты сидишь, ты чё делаешь вообще? Задеваетесь? А что делаешь? Задеваетесь, солдаток! Все шевелок раньше вообще! Нет, всё! Девочки! Я так люблю. Я так люблю. Я так люблю. Субтитры подогнал «Симон»!